Приветствую уважаемые студенты курса Introduction to Cybersecurity. Сегодня хочу вам показать как пользоваться учебником и загружать выполненные задания в Netacad. Приступим. Перед нами открыт профиль Netacad с нашими курсами, а именно ITCS. Нажимаем LaunchCourse и перед нами открывается домашняя страница с нашими модулями, а именно ссылка на учебник, ссылка на группу WhatsApp, где вы можете общаться со своими коллегами и задавать вопросы вашему инструктору. Также у нас есть полезные ресурсы, лекции и задания к главам. Сейчас хочу, чтобы мы ознакомились с учебником. Нажимаем на ссылочку. Так, мы видим, что наш учебник имеет 5 глав и знакомство с курсом. Каждая глава имеет свои разделы, а каждый раздел имеет свои подтемы с соответствующим материалом. С левой стороны мы можем увидеть изображения. Обычно также может быть интерактивные задания или видеоролики. Справа материал предоставлен нам в текстовом виде. Также мы можем менять размер, нажав на это троеточие. Кому как удобно. Стрелочки назад-вперед. И также есть удобная функция вкладки. Если вы вдруг утомились читать или вас кто-то отлег, можете нажать просто на закладочку, чтобы знать, где вы потом остановились. Также хочу отметить навигацию, навигационную панель, точнее, внизу учебника, где предоставлены наши закладки. Указатель курса. По сути, это все содержимое нашего курса, так как у вас будут лабораторные работы, которые вы будете выполнять и загружать в Netocad. Есть дополнительный список видеороликов, которые будут встречаться в учебнике. Также есть функция поиск слова, слов точнее. Например, возьму безопасность. И нам предоставляется список страниц, где встречается данное слово. Также есть немаловажная кнопка языка. По умолчанию учебник открывается на русском языке, но наша академия я рекомендую все-таки читать и учить на английском языке. Но также, по вашему желанию, лучше все-таки учить и на русском, и на английском, чтобы было и так, и так понятно. Ну и фон. Абсолютно любой комфорт для вас фон. Вернемся на главную страницу. После того, как мы познакомились с учебником, вы сейчас смотрите видео первый раз на курсе. Рекомендую также просмотреть полезные ресурсы для студентов. Здесь вы можете найти обзор на учебник и полезные две ссылки на нашу академию в социальных сетях, где вы можете найти единомышленников, студентов и выпускников нашей академии, и даже, если повезет, будущих работодателей. Возвращаемся на главную страницу. И можем уже переходить к просмотру лекции. Внимательно смотрим, слушаем, по необходимости конспектируем и переходим к заданию после лекции. Здесь также нужно внимательно изучить требования к заданию, выполнить его, найти кнопочку Add Submission, добавить задание в виде файла, Upload File, выбираем пункт. У меня это будет текстовый документ Word. Загружаем. Сохраняем. И главное нажать кнопочку Submit. Далее. И все. Если вы видите зеленую полосочку с надписью Submitted, значит вы все сделали правильно. Возвращаемся к главной странице. Хочу отметить, что задание будет открываться постепенно. Вот, например, мы сейчас посмотрели лекцию и отправили задание. Система увидела этот пункт и засчитала его как сделанным, выполненным. Поставила нам галочку. Это галочки появляются автоматически. Вы тут ничего, по факту, трогать и не будете. И открыла нам лекцию номер один. Также вы сделаете лекцию номер один, откроется два и так далее до конца курса. В конце курса вас будет ждать экзамен финальный и курс фидбэк в виде легкого теста. И, наконец, после вашей проделанной работы вы получите сертификат о прохождении курса в PDF-формате. Но, по вашему желанию, вы можете оставить заявку нам на изготовление физического сертификата с подписью вашего инструктора и печатью Академии. Ну, а я желаю вам приятного обучения и успехов!